Ну что ж, мы с вами начинаем знакомиться со старинным домом, домом семьи Ульяновых, домом, в котором они прожили 9 лет и в котором прошли все школьные годы. Это гостиная, парадная комната дома, где вечерами собирались они с моей большой многодетной семьей. Ну, обстановка, посмотрите, вокруг довольно скромная. Мебель такая скромненькая, купленная по случаю на распродажах. Мягкая мебель зачехлялась, чтобы обивка дольше служила. Электричества не было, лампы керосина освещался дом вот такими настольными, настренными лампами. Единственной дорогой вещью была, наверное, Александр Ильич прошел и камни, и плавал по нотам. Она знала нотную пранку, и ноты сохранились до наших дней. Ну, а в записи звучит одно из любимых музыкальных произведений Ульяновых. Именно в гостиной проводили праздники, семейные торжества. А вот рядом был папа Ленина, учителем физики и математики. Но в нашем крае он занял высокий гост, работал директором начальных школ всей Синбирской губернии. Вот посмотрите на эту карту. Вечерами он частенько стоял около нее, намечал маршруты своих поездок, он много ездил по губернии, открыл 250 школ для крестьянских детей, готовил для них учителей, очень заботился, чтобы у учеников было все необходимое, учебники, прекрасные наглядные пособия. Ну, а в свободное от поезда к времени, вот он работал здесь, за письменным столом. Вы видите, написанный его мой документ с его автографом, книги, журналы, которые он читал, сохранились его карманные часы, печати, которыми он пользовался. Илья Николаевич был награжден пятью российскими артенами. Ну, а вот в центре стола тоже уникальный экспонат, чернильный прибор на сером раморе. Его ему подарили учителя по случаю 25-летия его педагогической деятельности. Это вот подарок, ну, как бы знак признательности Ильи Николаевичу. А вот это уже подарок от собственных детей. Они своими руками изготовили такой кармашек для песен, для бумаг. Дети очень любили бывать в этом кабинете. У Ильи Николаевича здесь было много всего интересного. Вот, например, он выписывал разные наглядные приборы. Некоторые сохранились до наших дней. Глобус вывезли и астрономический прибор Тулури. Вот если его завести, Земля вращается вокруг своей оси, Луна вокруг Земли. Вместе они вращаются уже вот так по кругу вокруг Солнца. И когда зажигаешь лампу, можно вот изотмение показать и объяснить, как происходит смена времен года, смена дня и ночи. Здесь же вы увидите, что читали в доме у яблок. Сохранилось много газет, книг, журналов. Но вот этот томик стихов Некрасова они все держали в своих руках. А младшая сестрёнка Лейна Маняша даже вписала карандашом строчки уничтоженной цензуры. У Ильи Николаевича была тетрадь с запрещенными стихами Некрасова. И он отдавал её читать своим детям. И они знали эту литературу, в которой как раз критиковался существующий строй, обличались все его пороки. И дети с раннего детства начинали так критически мыслить, относиться к окружающей действительности, с пониманием того, что жизнь устроена несправедливо. И родители воспитали в них мысль такую. Безнравственно быть лично счастливыми, когда вокруг столько несправедливости, несчастья и бед. Поэтому они уже с детства начинали над всем этим задумываться. Ну а в этом же кабинете и умер папа Ленин. Он скончался на диване, здесь в своём кабинете, от кровоизлияния в мозг на 55-м году жизни, оставив Марья Александровна вдовой в 50 лет. Вот Володя Ульянова в будущем Ульянову было 16 лет, потом он и отец. Похранили Ленин Николаевича недалеко от этого дома. Магенова сохраняется до наших дней, а у нас в Ульянове сохраняется и шума. На енотах ульяков, хотя у него поданная шуба. Сверху я, в картах ульяков, а вот внутри у них еноты. Так что, когда Леон Николаевич зимой ездил по школам, на лошадях, как правило, не было ещё железных дорог, он одевал вот эту шубу, валенки, укрывался сверху шерстяным пледом. А после его смерти шуба оставалась в семье, она потом будет висеть в прихожей Кремёрской квартиры Ленина. Ну а когда наш музей создавался, вот племянница Ленина передала её сюда. И хранится она, видите, вот в таком двойном стеклянном, герметически запаянном шкафу, в который закачан инертный газ аргон. Ну а на стенах этой комнаты парты и всех ульяновых. И вот он, Володя Ульянов. Таким он и приехал в этот дом. У него было ещё два брата и три сестры. Всего шестеро детей росло в семье ульяновых. Росли парами. В каждой паре мальчик и девочка, близкие друг к другу по возрасту. Старшие Анна и Александр. Володя, вот он тоже, будущий Ленин, но здесь он маленький, здесь ему 4 годика. Он в средней паре с Ольгой, а младшие Дмитрия и Мария. Ну вот таким 17-летним Володя Ульянов, закончив Сибирскую гимназию, покинет этот дом и наш город навсегда. Таким он узнает о казни брата. Ведь его старший брат Александр будет повешен за участие в покушении на царя. В 21 год закончит свою жизнь на Ишапуте. Он первым станет реалиционером. А потом за ним пойдут и все другие дети. Так что Мария Александровна доведётся пережить 19 арестов своих детей. Не было года в её жизни, чтобы кто-нибудь из них не сидел в тюрьме, не находился в ссылке. И вся её жизнь – это многочасовые обыски, ночные хождения по этим тюрьмам, с узелками. Она всегда боролась за своих детей. Она всегда была с теми из них, кто особенно в ней нуждался. Ну а вот в эту пору, когда они были маленькие, она была для них учительницей первой. С 5 лет учила и грамоте, иностранным языкам, музыке учила. Она всё своё время посвящала всестороннему развитию детей. У неё в доме была своя отдельная комнатка, и вот вы её сейчас тоже увидите. И поздно вечером, уложив эти искусства и делав домашние дела, мама уединяла здесь почитать, позаниматься рукоделием, попереводить с иностранных языков. Ведь её мама, то есть бабушка Ленина Анна Илгановна Гросшов была полунемка-полушведка. Поэтому Марья Александровна хорошо знала эти языки, немецкий, шведский, а ещё потом самостоятельно английский выучила и французский. И вот все эти языки она, в общем-то, и детям преподавала. Так что к средним классам гимназии они свободно владели этими европейскими языками. Здесь на стене вы видите фотографии вот дедушке и бабушке Ленина. Помогу, деревья, деревья. Два подарка здесь уникальных, два подлинных подарка, которые были сделаны маме с нашим сыном Александром. На комоде, правее зеркало, дощечка под нос для хлеба, только хлеб по-немецки написано в рот, это Саша выпилил лобзиком по орехову дереву. И перед ней, вы видите, шкатулка для меток, тоже им выпилена, обклеена внутри голубым шумом. Мария Александровна очень берегла эти вещи, хранила, особенно после трагической гибели своего сына. Прожила Мария Александровна долгую жизнь, она намного пережила своего мира. Она умерла на 82-м году, в июле 1916 года, так и не став бабушкой. Первый ее внук родился в 1917 году, у Дмитрия, у Митя, у Дмитрия Ильича, а то, собственно, только у него и будут дети. Так что, если говорить о потолках, то их оставил меру только младший брат Ленина, Дмитрий Ильич. И все эти потолки сейчас живут в Москве, они с нами дружат, общаются, приезжают в Ульяновск, любят здесь бывать. Ну, напротив столовая, она была два входа, ну, вот отсюда, девочки, сюда уходите, где-то, 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 можно отсюда с потолкой. Это самая большая комната. Здесь обедали, вот за этим большим обеденным столом подразили такой керосиновой лампой. Здесь дети учили уроки. На правой стене, посмотрите, географические карты, Европы, Азии. У правого окна вы увидите старинную швейную машину. Мария Александровна там сидела часто за какой-нибудь работой, шила, вязала, вышивала. Девочек всех обязательно учила, рукоделию. Мария Александровна даже бисероплетения владела и сама шила себе пограничное платье. Много цветов. Мария Александровна очень любила цветоводство. И цветов было в доме много, да и на приусаденном участке. Ну, вот за всем хозяйством ей помогала следить и управляться няня Варвара Григорьевна Сарбатова, у которой была отдельная, причем, замечу, изолированная комната. Хозяйка дома дворянка за ширмой на проходе, да, а у няню, у простой крестьянской женщины, вот такая отдельная комната. Сохранился няню сундук. Он подлинный, тот самый, настоящий. А вот на нем вы даже увидите фантики от шоколадок, вот цветные. Это все фантики от шоколадок, заметьте, они там с пословицами, с поговорками. Дети угощали свою няню шоколадками, а она вот, съев шоколадки, фантиками украшала крышку своего сундука. Дети очень любили свою няню, но она долго прожила, 20 лет в семье Ульяновых. Она так и умерла, живя в их семье, и ими была похоронена. В это время они уже жили в Самаре, и вот там, на городском кладбище в Самаре, как раз вот могила няни Ленина. Ну, а мы еще сходим в кухню. Там хозяйничала другая помощница, кухарка. Она не жила в доме Ульяновых. Она приходила на утро, в течение дня находилась здесь, готовила еду, потом уходилась в деталь. Ну, умывальник обратите внимание. Хотя в это время уже в городе у нас был водопровод, но в этой части города, видимо, его не было. Поэтому у Ульяновых были вот умывальники разного вида, то есть руки мыли перед столовой, конечно, да и в кухне сейчас увидим умывальник. Пойдемте в кухню. Сфотографировалась? Мелко. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо большое.